К нашему эфиру присоединяется Сергей Данилов, заместитель директора Центра Ближневосточных Исследований. Сергей, здравствуйте. Сергей, приветствуем. Приветствую. Сергей, скажите, пожалуйста, какие рычаги давления остались у мирового сообщества на Иран, конкретно на Исламскую Республику, которая уже давно привыкла жить под санкциями? Ну, она привыкла жить, но совсем не хочет жить под санкциями. И каждые выборы, которые происходят в Иране, всегда сопровождаются тем, что кандидаты в президенты или конкурирующие партии, если идет речь о парламентских выборах, обещают, что они добьются отмены санкций. Потому что это довольно действенный аргумент. Страна с большими трудностями на самом деле переживает эти санкции. И прошлогодние протесты, они были вызваны, конечно, по другому поводу были. Но там звучала и эта нотка, и отсылка к этой реальности, которую иранские граждане и значительные части истеблишмента, особенно технократическая часть кабинета министров, никак не хотят принимать. Ну и деньги. Деньги. Они очень любят деньги. И вот те переговоры, которые были в Омане, которые продолжаются сейчас, они не прекращаются, они идут через Байпрокси. Не напрямую, но при посредничестве Омана, Катара, иракцев. Там идет разговор о том, что Штаты разморозят какую-то часть активов иранских, которые находятся в западных американских банках, которые были заморожены после известных событий. Довольно действенный аргумент. Ну и тем не менее, Великобритания и другие европейские страны, как мы уже говорили в нашем сюжете, объявили о том, что готовы разорвать ядерное соглашение с Ираном, которое было в 2015 году подписано. Как думаете, смогут ли на это пойти Великобритания и другие европейские государства? И как отреагирует Иран? Есть ли уже какая-то реакция? Каково влияние будет, если все-таки этот договор будет разорван, аннулирован? Он не действует довольно давно. И Соединенные Штаты вышли при Трампе в одностороннем порядке из него. И потому это только признание новой реальности, которая ничего не меняет на земле. И сейчас просто символично, что именно европейские страны и Великобритания выступают наиболее активными критиками иранского режима и иранской политики. Потому что всегда именно американцы были такими ястребами в иранском вопросе, а европейцы намагались. Старались сгладить эти острые углы и как-то договориться, потому что они гораздо более завязаны экономически на Иран и имели перспективы вернуть свои активы, вернуться в нефтяной сектор иранский. А сейчас ситуация другая. Но в сентябре прошлого года, вернее так, с мая по сентябрь прошлого года, все прошлое лето, сделка могла возобновиться. И стороны были очень близки к тому, чтобы ее переподписать. Но иранцы поставили вооружение России. И этим очень сильно сами себе выстрелили в ногу. Они заработали много денег, много кеша, потому что они берут за Шахиды и остальные свои БПЛА деньги в 10 раз или нет, подождите, кажется, в 100 раз больше, чем стоит этот аппарат летательный. Там 20 тысяч называют цену, а они берут больше 200 тысяч. Но это же мелочи по сравнению с тем, что они потеряли. Единственное, они надеются получить доступ к российскому вооружению. Но факт тот, что что поменяется, ничего не поменяется. На уровне риторики в Тегеране будет недельная истерика, на этом все закончится. Другое дело, что и в Израиле, и в Вашингтоне, и в Европе сейчас активно обсуждается, что Соединенные Штаты предложили неофициальное соглашение с Ираном. Одним из пунктов которого, кстати, есть то, что иранцы не будут продавать вооружение России. И там тот же обмен пленными, там три американских гражданина иранского происхождения, которые у Вас упоминались в подводке, в сюжете. Там разморозка части активов, полный контроль МАГАТЭ за центрифугами, тем, чтобы не больше 60% выгощался уран, ну, некоторые другие пункты. И вот это, это серьезнее, чем то, что там Великобритания, как один из наиболее активных партнеров и союзников Украины, в отражении агрессии российской, да, хотят выйти из этой сделки. Сделка мертва в любом случае. Это просто символический жест. О чем говорит то, что Иран теперь вступил в ШОС, ведь он раньше был государственным наблюдателем, теперь стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Мало того, подчеркнули, что это вообще историческое значение приема Ирана в ШОС. Чем это может быть чревато, о чем вообще это говорит? Ну, это об усилении китайской мягкой силы, на самом деле. Это как бы такая альтернативная площадка. БРИКС еще есть у них, да. Туда Иран тоже вроде собирается вступить. Это о том, что какие-то символические вещи будут обсуждаться в Пекине. Но пекинское и китайское влияние на Ближнем Востоке растет. А ШОС это больше не Россия, это больше Китай. И это просто, опять-таки, признание уже существующего порядка вещей. Понятно. Сергей, спасибо большое. Спасибо за оценку ситуации. Спасибо, что присоединялись к нашему эфиру. Заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов был с нами на прямой связи. Продолжение следует...